мир вам церковь искренне говорю слава господу за то что у нас есть возможность собираться быть здесь вместе рассуждать о слове божьем видеть лица друг друга это счастье это вот прямо то что переполняет меня и я просто говорю слава богу за это и я хочу вам предложить сегодня текст текст записанный в евангелии матфея 12 глава 35 стих добрый человек из доброго сокровища выносит доброе а злой человек из злого сокровища выносит злое и вот на основании этого текста мы сегодня порассуждаем о том что именно мы выносим из своих сердец и прежде всего при прочтении этого текста мы понимаем что да есть люди добрые да они поступают по-доброму есть люди злые которые поступают естественно по злу плохо и все альминь помолимся но есть некоторые моменты о которых хотелось бы порассуждать каждый из нас все таки думает что он все таки на хорошей стороне находится на стороне добра мы же все хорошие не правда ли каждый из нас просто ну замечательный человек и положа но положа руку на сердце мы понимаем где то что но не всегда получается поступать по хорошему по доброму правда же да вот хотелось бы поступить по хорошему а вот не получилось как так кто то сказал что очень сложно быть добрым потому что постоянно приходится злиться на тех людей кто не добрый и вот здесь вот мне видится такой момент истины что не сложно быть добрым хорошим таким ласковым нежным когда все вокруг гладко спокойно мир течет рекой переполняет меня я такой хороший только тем и делюсь только то и делаю что выношу из своего сокровища сердца добрая процент нет но мы понимаем что не всегда так будет мы живем среди людей и а вот представьте себя встречаются два милейших потрясающих добрейших человека между собой встречаются но у них есть некоторые противоположные взгляды на жизнь у них разные убеждения разные мнения ну например чей крым и вот они встретились друг с другом и начинается проверка проверка на то что там внутри все таки в их сердце да и вот я проведу такой пример если в стакан налить грязной воды вот просто взять землю с водой смешать поставить стакан на стол и дать ему какое-то время постоять через не через ну скажем несколько часов мы увидим что в стакане чистая вода правда же ну такая вода загляденье что ее можно прямо взять и начать пить но дело в том что во время спокойствия во время тиши просто вся эта грязь оседает оседает на дно и ее и практически не видно вода чистенькая вот но стоит только взять этот стакан в руку и снова чуть-чуть вот поболтать как бы да и снова мы видим наблюдаем что эта вода грязная черная некрасивая и конечно она уже непригодная для питья то есть грязь из стакана она никуда не делась она там всегда была но она просто притаилась и пока было спокойно тихо она там себе лежала на дне но как только приходит какая-то буря какое-то волнение то эта грязь опять же поднимается и друзья я сейчас говорю о наших сердцах о том что происходит там у нас внутри причем смотрите что обратите внимание буря она приходит независимо от того какая вода там чистая или грязная буря приходит вода волнуется даже если она чистая она волнуется но если в чисто но если в гря в стакане где грязь то там будет грязная вода то в чистом стакане в чистой воде будет чистая вода независимо от того будут волнения или нет точно так же вот и с нашими сердцами что мы живем на земле занимаемся чем-то мы впитываем все что происходит вокруг нас мы накапливаем в своих сердцах что-то ну разную информацию и вот здесь вот вопрос наших предпочтений что нам нравится вот что нам нравится вот то мы и собираем то мы и впитываем кто-то впитывает все без разбора подряд вот все что приходит все он и все и оседает там у него в сердце кто-то пытается собирать чистую информацию как-то фильтрует я понимаю что в нашем мире очень сложно собирать чистую чистую информацию очень сложно как-то следить за этим но все-таки где-то там на пути между нашими глазами между нашими ушами и нашим сердцем должен стоять фильтр который бы фильтровал вот это все что заходит к нам в сердца и вот приходит ситуация о которой я говорил потрясение в нашей жизни чаще всего это просто не не согласие между людьми между супругами например и вот здесь когда вода начинает бурлить в стакане да или 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 переживали какие-то в нашем сердце мы начинаем выплескивать то что у нас накопилось внутри содержимое своего сердца еще раз обращаю внимание что эмоции никто не отменял господь создал нас эмоциональными все это нормально но какие эмоции исходят из нас чистые или грязные вот в этом в этом секрет и давайте прочитаем следующий текст ефесянам 4 глава 26 стих гневаясь не согрешайте солнце да не зайдет во гневе вашем то есть до появления до наступления ночи постарайтесь решить свои проблемы друг с другом то есть как я сказал все мы имеем эмоции но надо но нужно нам научиться не согрешать даже во время эмоциональных каких-то всплесков бурей и вот апостол павел в послании к эфесянам написал нам два варианта эмоций которые человек выносит из своего сердца эфесянам еще раз 4 глава 31 стих смотрите что происходит всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречия со всякой злобою да будут удалены от вас это первый вариант вот это всякая злоба и тому подобное это все то что нечистое и вот второй вариант того что мы можем выносить из сердца 32 стих но будьте друг к другу добры сострадательны прощайте друг друга как и бог во христе простил вас вот эти вот два вида поведения это как раз и являются тем показателем что у нас в сердце находится наличие грязи вот этой в этой воде о которой я говорил там есть или нету к сожалению часто даже верующие люди во время несогласий каких-то споров дают волю своим эмоциям и перестают владеть собой такое ощущение что знаете как мост отключается и они и остаются только одни нечистоты и вот эти вот нечистоты выходят и выходят и выходят а потом когда приходит время человек успокаивается смотрит назад и думает капец неужели это я так смог наделать да я думал что я такой кристально чистый хороший святой друзья бывает такое с нами именно вот такие вот потрясения которые мы переживаем они проявляют нашу сущность и показывают нам самим же нам показывает насколько мы чистые насколько мы праведные перед богом или может быть грех в виде у такого осадка спокойненько лежит себе на дне нашего сердца до первых потрясений друзья я думаю что каждым из нас всем знакомо то что я сейчас рассказываю в бурю мы умеем согрешать к сожалению но знаете я немножко хочу ободрить вас что я читаю описание я нашел что даже самый кратчайший человек на земле тоже знал что такое согрешить в гневе догадываетесь о ком я буду говорить сейчас кто был самый кратчайший моисей да о нем так написано правильно я сейчас про него прочитаю вот моисей произносит такие слова в адрес народа в таразакония 1 глава 37 стих моисей говорит и на меня прогневался господь за вас говоря и ты не войдешь туда не туда в землю обетованную куда он вел народ что же такое произошло с моисеем за что прогневался на него господь получилась такая ситуация народ возроптал на моисея и эту историю мы сейчас прочитаем в книге числа 20 глава 3 стих и дальше чуть-чуть читаем что произошло и возроптал народ на моисея и сказал о если бы умерли тогда и мы когда умерли братья наши перед господом зачем вы привели общество господне в эту пустыню чтобы умереть здесь нам и скоту нашему и для чего вывели вы нас из египта чтобы привести на это негодное место где нельзя сеять нет ни смоковниц ни винограда ни гранатовых яблок не даже воды для питья ну представляете да как вам кажется как было моисею в этот момент когда он это все слышал ну ну очень неприятно да очень обидно и ну я думаю что каждый из нас может поставить себя на место моисея и попробовать представить себе что эти слова летят в вашу сторону вот вы стараетесь вы все делаете вы исполняете волю божию а вдруг слышите со стороны людей вот приблизительно такое что мы сейчас прочитали это говорит не один человек а говорит целое общество большая толпа людей и вот эти все люди они все против вас все именно вас винят во всех своих бедах и вот дальше описывается действие моисея он вместе с аароном пошел в скинье у собрания они упали перед господом на лица свои для того чтобы рассказать все что произошло я думаю они плакали перед ним изливали свои сердца изливали свою обиду на народ на все что происходило знаете господь умеет утешать мы все переживаем тоже такое да когда какие-то проблемы мы приходим перед господом и это самое правильное положение то что мы и сей сделал он не начал на них ругаться не начал им рассказывать какие они как они неправильно бога понимают и тому подобное ничего этого он не сделал он пошел к господу это самое правильное решение которое только можно было придумать придумать он пошел господу и господь утешил его он услышал он поработал с его сердцем и дал ему ответ что нужно делать дальше в этой ситуации то есть он успокоился он получил мир в сердце и знаете вот это состояние я думаю что многие из нас переживали когда просто не хочется из этого состояния выходить ты просто понимаешь что господь рядом положил руку свою на твое плечо он слышит тебя и он отвечает тебе и и с господом хорошо и спокойно вот это то что пережил мосеевский не собрание я абсолютно в этом уверен но народ остался на улице он никуда не делся народ по-прежнему взволнован его ропот не утихает а наоборот чем больше они ропчут они же друг друга подогревают и тем больше вот этот вот ропот растет то есть у моисея мир на душе хорошо в скине собрания ну вот ему и аарону пришло время выйти из этой скинии выйти из присутствия божия как мы говорим и вот опять злые лица брань кто-то может быть уже камень в руку взял и вот как к таким людям относиться моисей знает что нужно делать он получил откровение от бога он направляется к скале в руках сжимает этот жезл вокруг все та же стал на все та же толпа разъяренная злая она изрыгает брань в его адрес как знаете как свора злых собак и вот он идет через эту толпу по направлению к скале моисея в руках жезл подходит к этой скале и ну он не может сдерживать свои эмоции в сердцах ударяет по этой скале знаете моисей любил народ свой он стоял перед господом за этот народ но здесь заграли эмоции этот потому что этот народ он платил ему непониманием он платил ему ропотом и вот от этих эмоций он не совсем точно исполнил слово божие он ударил скалу вместо того чтобы сказать скале так как повелел ему господь да вода потекла народ утолил жажду народ успокоился казалось бы счастливый конец но нет моисей согрешил в гневе вот проявил свои чувства и господь ему сказал не войдешь в землю за этот грех второе второзаконие 32 глава 51 стих прочитаем это слова господа обращены к моисею за то что вы согрешили против меня среди сынов израилевых при водах миривы в кадесе в пустыне син за то что не явились святости моей среди сынов израилевых не явились святости моей друзья драгоценные все мы с вами мы призваны являть святость божию там где мы находимся вот куда мы бы не пошли мы являть должны святость божию вот слово божие говорит будьте святы потому что я свят господь говорит называет нас сынами дочерями да доколе не преобразится в вас христос мы читали не преобразится то есть мы должны являть святость господню вот к этому призывает нас господь и не должно не должна наша святость зависеть от обстоятельств которые вокруг нас и вот время от времени испытания приходят в нашу жизнь это испытания на святость мы от этих испытаний никуда не денемся и как мы себя поведем зависит от того какое содержимое нашего сердца а содержимое зависит от того чем мы его наполняем испытания приходят ко всем я хочу рассказать еще пару примерчиков испытания как-то пришло к Саулу к царю и это даже было не совсем во время войны а уже после войны помните женщины пели песню Саул победил тысячи а Давид десятки тысяч и написано что неприятно было Саулу от этих песен казалось бы ну почему неприятно только что господь даровал победу израильтянам великую победу и как вы думаете кто из всех израильтян избежал самой плохой участи конечно же царь кто-то в шахматы играл шахматная игра когда заканчивается когда ставится мат королю независимо от того сколько фигур осталось точно так же и в войнах было царь это самая главная мишень неприятельских войск то есть как если только захватишь царя все война заканчивается остальные могут разбегаться конечно же им будет неприятно это позор поражение все им придется платить дань врагам все это понятно но у царя царя всегда ждет самая ужасная участь в случае поражения потому что над ним будут издеваться его будут унижать и возможно жестоко казнят то есть Саулу бы радоваться в этот момент он избежал страшной участи но у него не хватило разума чтобы это понять он услышал слова песни и дал волю своим эмоциям дал волю своим чувствам и эти чувства затмили разум царя и дальше пошли действия которые затем его изгубили в качестве примера огорчения можно вспомнить еще и Каина помните да который огорчился в порыве своих и в порыве своих чувств он убил своего брата огорчение оно помутило его разум и он совершил страшный поступок можно также вспомнить братьев Иосифа которые огорчились на него и огорчение также привело к тому что они чуть его не убили они уже решили его убить но потом в итоге продали вы все знаете эту историю продали в рабство своего брата в прошлый раз если кто-то помнит я рассказывал говорил проповедь о Иуде Искариоте и мы просмотрели что Иуда Искариот он тоже огорчился на Иисуса в то время когда увидел как драгоценная мира вот так вот просто запросто выливалась на тело Иисуса и он не смог совладать собой он пошел и совершил преступления предал Иисуса врагам и можно еще массу примеров Библия пестрит подобными историями и даже вот смотря на свою жизнь мы тоже можем что-то вспомнить похожее когда огорчение приводило нас к каким-то ну вот нехорошим поступкам друзья огорчение это не что-то безобидное это невероятно разрушительная вещь которая наделала много беды и продолжает делать беду среди нас в нашем обществе именно огорчение оно затмевает разум и дает старт всем дальнейшим безумным поступкам и вот здесь мы приходим к такому вот самому главному моменту к той причине которая приводит к огорчению и к дальнейшим соответственно поступкам причина этому гордость мы бы не обижались совсем если бы не было в наличии в нашем сердце гордости согласны или нет я же обижаюсь в меру того насколько я о себе думаю вот я считаю что я тут ну вот самый-самый лучший а тут мне оказывается кто-то говорит что на самом деле не так да дела обстоят это ж меня обижает царь оказывается был царем там лучше всех, выше всех, самый красивый а тут на тебе какой-то Давид на пути стал гордость она не дает человеку ну как бы адекватно мыслить вот это вот и есть то содержимое сердца которое не имеет права находиться в наших сердцах и именно она эта гордость она руководит нашими эмоциями заставляет нас огорчаться а также и огорчать других это она если ее хранить она пойдет дальше и будет выплескивать наши чувства минуя наш разум и сметая всякие границы на пути мы начинаем творить глупости или грехи за которые нам потом будет очень стыдно когда мы будем смотреть назад на свои поступки и эти грехи и эти поступки они смогут привести нас в погибель читаем подтверждение притча 11 глава 2 стих придет гордость придет и поосрамление но со смиренными мудрость что у нас в сердце гордость или смирение если у нас гордость друзья то мы показываем никого иного как сатана это он был первый который возгордился если мы показываем смирение мы показываем иисуса который показал нам что значит быть смиренным из этого следует что что мы выносим из наших сердец что-то или доброе или плохое и как следствие являем мы святость Божию или не являем и ответить на эти вопросы мы сможем сами себе только тогда когда придут испытания в нашу жизнь и мы тогда сможем проявить себя в полной красе и мне кажется что испытания к нам приходят в основном дома в кругу семьи ну хочу пример рассказать киеву например когда обрушились все на него беды когда он потерял все даже детей здоровье оставила его к нему подходит его жена и сказала ты все еще тверд в непорочности твоей похули бога и умри от самого ближайшего человека получил вот такой совет кто-то сказал что дьявол забрал все даже детей и здоровье а вот жену оставил пожалуйста не думайте что это я серьезно сейчас говорю это была такая шутка понятно что мы все друг на друга влияем жены на мужей мужья на жен дети на родителей родители на детей и вот здесь вопрос в том как мы влияем что мы делаем или как мы реагируем на вот это вот влияние что мы выносим из своих сердец друзья давайте научимся не огорчать близких особенно мужья жен жены мужей нам же с ними жить мы же в одной постели спим за одним столом едим надо же ценить друг друга и выносите сердце доброе потому что это же все сеяние что мы сеем но мы это же все вернется к нам в наши же сердца в наше лоно как говорится и разумеется вот если такой пример что если у меня в кармане нет доллара я же не вытащу доллар если его там нет или там еще что-то я вытащу из кармана только то что там есть и вот здесь вопрос в том что я туда положил что я положил туда так же и сердцем каждый день каждую секунду каждую минутку мы что-то складываем в свое сердце и это конечно же прежде всего информация которая входит туда через глаза через уши не секрет что за каждой информацией стоит дух и нам нужно разбираться какой дух и к чему этот дух ведет я слышал что в Германии перед войной мало кто имел радиоприемники совсем недавно слушал один немец уже старый рассказывал о том что было до войны и вот он говорит мы мечтали о радиоприемниках они были очень дорогие не все могли купить и Гитлер распорядился чтобы радиоприемники были дешевыми настолько что каждый человек мог позволить купить в своей семье без особого труда радиоприемник и с одной стороны это был жест ну казалось бы шикарный со стороны Гитлера он дал людям то о чем они только мечтали нет конечно Гитлер не преследовал каких-то добрых целей его задача была работать над умами людей и это вещь сработала по радио каждый день хвалили Гитлера который сделал очень много для своего народа он действительно что-то делал и наряду с этим добрый Гитлер добрый Гитлер указывал людям на то кто все-таки еще стоит на пути кто мешает ему добиться лучших результатов и в итоге цель была достигнута люди приняли идеалы рейха они поняли кто такой настоящий враг им указали на это они были готовы к тому чтобы исполнять волю фюрера все во благо германии ничего лишнего как говорится эта же самая машина работает и сегодня и только в руках у нечистивых людей сегодня намного более эффективные эффективные инструменты интернет при помощи интернета любую идею сегодня можно во мгновение ока разнести по всему миру и мы видим что между народами сейчас стираются грани люди всего мира начинают думать приблизительно одинаково потому что они получают одинаковую информацию мы видим как послушно люди одели маски например да маскарад на целый мир мы видим как люди отстаивают те или иные политические интересы да еще так отстаивают что готовы растерзать друг друга и вместе с тем люди массово начали отворачиваться от бога и от его слова сейчас очень много верующих которые заявляют что слово божие уже не нужно нужно ходить откровениями и так далее я не отрицаю что нужно иметь личные отношения с богом конечно же откровение все это на своем месте но если откровение перечит слово божие то это откровение не от господа это я так понимаю и это я проповедую я исповедую это средства средства массовой информации это мощнейшая индустрия направлена на то чтобы руководить сознанием людей и те люди которые стоят за этим всем они серьезно следят ведь за каждым из нас за нашими интересами что мы покупаем у меня был случай я закачал себе в телефон просто захотел проверить слух свой насколько я слышу там разные неважно короче закачал себе такой апп для того чтобы проверить слух через короткое время мне начала приходить реклама по всяким слуховым аппаратам там всякие проверь свой слух там такие всякие девайсы продают и даже бумажное письмо получил от от какой-то там больницы меня приглашали на то чтобы проверить свой слух за нами следят за каждым из нас это сильнейшее воздействие на человека и задача тех кто этим всем занимается сегодня это забрать у людей остатки библейских божественных ценностей и внушить людям другие идеи и конечно же в сердцах людей даже в сердцах верующих людей через эту всю информацию поселяется другой дух тот дух который руководит процессами друзья нам очень важно иметь Духа Святого в сердцах нам очень и Дух Святой не появится там если мы не будем изучать Священное Писание если мы не будем практиковать молитву уединенную углубленную с Господом проводить время уделять время Ему если только это будет в нашей жизни тогда и Духу нечистому не будет места в наших сердцах и мы будем способны как мы прочитали в самом начале будем похожи на того доброго человека который из доброго сердца выносит доброе и вот напоследок хочу прочитать о том добре который Господь все-таки ожидает от нас Галатам 5 глава 22 стих плод же Духа любовь радость мир долготерпение благость милосердие вера кротость воздержание на таковых нет закона но те которые Христовы распяли плод со страстями и похотями если мы живем Духом то по Духу и поступать должны не будем тщеславиться то есть гордиться друг друга раздражать друг другу завидовать это все описание качеств плода Духа и наличие этого плода и есть доказательство того что Дух Святой живет в нас кстати я раньше думал что получить вот этот плод о котором мы прочитали это нужно просто много молиться Богу и Господь чудесным образом даст нам пошлет как сверхъестественное явление но со временем изучая Писание я часто начал встречать слова такие старайтесь исполняйте бегите как наристалище и так далее я вижу что мы должны прилагать усилия со своей стороны этот плод сам собой никогда не придет молитва несомненно нужна конечно же но самому мне нужно прикладывать усилия для того чтобы достичь всех этих качеств благослови нас Господь во всем этом аминь помолимся